МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжает. Новости 24 в студии Зухралиева. Здравствуйте. Вот некоторые темы выпуска. Бумажные документы останутся в прошлом. С 1 ноября для всех водителей введены важные изменения. О них смотрите через минуту. Преображение города было бы невозможно без совместных усилий. В Хазебюрте открыли обновленные городские парки. Быть сильным – хорошо, быть умным – лучше вдвое. В Киздаре прошел молодежный форум «Дружный Дагестан». С 1 ноября для всех водителей введены важные изменения. В частности, прекращена выдача бумажных ПТС. Теперь документы можно оформить в электронном формате. Нововведение прокомментировали в региональном ГИБДД. По словам сотрудников ведомства, изменения не отменяют действия бумажного аналога. ПТС традиционного формата продолжит свое действие, а водители смогут поменять паспорт на электронный только при желании. Но для водителей, приобретающих новый автомобиль, паспорт будет уже исключительно электронный. При покупке нового автомобиля будет выдаваться только выписка из электронного ПТС. Бумажные паспорта, ранее выпущенных в эксплуатацию машин, продолжат действовать наравне с электронными. И в ГИБДД можно будет их получить в случае утраты такого бумажного паспорта. Для обращения нового собственника при покупке транспортного средства, на которое было ранее оформлено электронный ПТС, изменения по внесению информации в электронный паспорт относятся только сотрудникам. Доступ к просмотру данных электронного документа можно будет получить на сайте lpts.ru. С этого месяца водители также без бумаг смогут оформлять мелкие аварии через приложение «Помощник ОСАГО». Оформляется электронное извещение при условии, что участниками ДТП стали только два автомобиля, при этом никто не пострадал, нет ущерба третьим лицам, а сумма ущерба не превышает 100 тысяч рублей. После ДТП участники должны будут зарисовать схему аварии и приложить фотоматериалы. Начальник ГИБДД по Дагестану прокомментировал и технические проблемы на портале Госуслуг, которые возникают в последнее время. Эти проблемы никак не связаны с работой личного состава подразделения госавтоинспекции МВД по Республике Дагестан. Вопросы связаны с техническим сопровождением самого сайта, который на сегодняшний день дает сбой. На сегодняшний день, во-первых, появилась возможность в первоочередном порядке записываться по электронной очереди непосредственно в подразделениях госавтоинспекции, в регистрационных экзаменационных. Второе, это уже живая очередь. Поэтому на сегодняшний день прошу отнестись к этому с пониманием. В России предложили из бюджета возмещать оплату тестов на коронавирус. С такой идеей выступили Союз потребителей и Международная конфедерация обществ потребителей. В эти организации обращаются россияне, которые жалуются на то, что вынуждены сами платить за анализы на коронавирус. Им приходится делать тесты в частных клиниках за свой счет из-за того, что в государственных медучреждениях необходимо ждать своей очереди по несколько недель. Гражданам предложили возмещать эти расходы из бюджетных средств. Инициатива предусматривает такую помощь уже инфицированным и членам их семей. Идея может обойтись государству в 10 миллиардов рублей. 117 миллионов рублей получит Дагестан на бесплатные медикаменты для лечения коронавируса. Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В целом по стране эта сумма превышает 5 миллиардов рублей. Деньги потратят на обеспечение бесплатными лекарствами зараженных. Средства будут выделены из резервного фонда правительства и пойдут на терапию для больных, которые лечатся дома. Необходимые медикаменты выдают бесплатно по рецепту врача. Пожилые жители Дагестана могут оформить листки нетрудоспособности по карантину и получить пособие из фонда социального страхования. Больничный положен работающим гражданам старше 65 лет. Пособие возместит им утраченные за время самоизоляции заработок. Для получения выплат необходимо уведомить работодателя о своем желании соблюдать самоизоляцию. Листки нетрудоспособности оформят дистанционно и перечислят средства на прямую работнику. Находясь на карантине, гражданину запрещено покидать место жительства за исключением вынужденного выхода из дома в магазин, аптеку или поликлинику. Отметим, что согласно указу в Рио главы Дагестана Сергея Меликова, жители Дагестана в возрасте 65 лет и старше обязаны сидеть на самоизоляции с 3 по 16 ноября. В Кизляре прошел молодежный форум «Дружный Дагестан». Цель этого мероприятия – патриотическое воспитание подрастающего поколения и поддержка одаренной молодежи как в спортивной, так и в интеллектуальной сфере. Подробнее расскажет моя коллега Патиман Ханапова. Ей слово. Здесь на одной площадке собрались молодые люди со всего Кизлярского района. Они из самых разных сфер и с разными интересами. Но одно их объединяет точно – это активная жизненная позиция. Участие в форуме принимали несколько сотен человек. Это инициативные студенты и работающая молодежь. Подобные мероприятия, несомненно, несут в себе объединяющий характер. И когда идет определенная подготовка к такой площадке, мы сами видим, как многие сплачиваются в процессе организации таких мероприятий. И действительно, видят те эмоции на лицах всех участвующих, видно, что всем это нравится. И мы надеемся, чтобы максимум побольше проводить такие мероприятия, которые будут нас действительно сплачивать. Где, несмотря на вероисповедание, на национальность, мы, как одна единая семья, в радость и в горести всегда будем вместе. Помимо интеллектуальных и спортивных игр, для участников на форуме были организованы и другие площадки. Это круглые столы, тренинги и семинар дискуссии. Кроме того, после всех мероприятий был запущенный благотворительный марафон по оказанию помощи нуждающейся семье из города Кизляра. Мы видим то, что мы сталкиваемся с современными вызовами и угрозами, которые требуют соответствующего реагирования, требуют постоянной воспитательной работы с нашей молодежью. Мы постарались пригласить тех экспертов, которые занимаются работой с молодежью, и предоставили такую возможность, площадку для общения. Считаем, что подобные мероприятия очень полезны, и надо стараться чаще их проводить. Завершилось мероприятие церемонии награждения победителей спортивных состязаний, интеллектуальных викторин, памятными призами и подарками. Отметим, что организаторами форума выступили Муфтеат Республики, Минац Дагестана и Министерство по делам молодежи. Патимат Ханапова, Мурат Бикбарцев, Новости ННТ, Кизляр. В Хасеверте открыли обновленные городские парки. Благоустройство скверов провели в рамках партийного проекта «Городская среда». Глава города поздравил жителей с важным событием. По словам Каргали Каргалиева, преображение города было бы невозможно без совместных усилий горожан и представителей власти. Довольны, конечно, но не в полной мере. Надо еще лучше делать работу. Надо молодежь подключать, общественность подключать, спрашивать у людей, что там, может, у них есть идеи. У них же тоже бывают идеи, какие, что, как поменять. Их надо послушать. И дальше будем работать. Каргалиев Магомедович, он молодой, он только-только начал работать. И ему что нужно? Ему нужна моя и ваша всех поддержка и помощь. И в том числе горожан. И если мы будем на город работать, на горожан работать, на республику работать, у нас город действительно станет образцовый и самый красивый. И я уверен, что вместе с вами мы это сможем делать. Сможем ли, да? Благоустроено две территории. Это парк имени Надежды Ткаченко и парк Ялова. Здесь заменили подземные коммуникации, выложили брусчатку, автоматизировали полив. Также установлены новые скамейки и урны и высажены дополнительно кустарники и деревья. На официальном сайте магазина UFC появились дагестанские папахи. Интернет-портал выставил на продажу головной убор, ставший брендом чемпиона спортивной организации Хабиба Нурмагомедова. Стоимость папахи составляет 130 фунтов серлингов. Переводя в рублей, это около 13 тысяч. Новинка представлена только в белом цвете. В описании товара указано, что папахи изготавливают из натуральной овечьей шерсти. Кроме того, ее производят вручную мастера из селения Цудахар Левашинского района. Напомним, Нурмагомедов занимает первую строчку в рейтинге лучших бойцов UFC без учета весовых категорий. На его счету 29 побед в 29 поединках. Заключенная в его карьере состоялась 24 октября с американцем Джастином Гэджи. В селе Иреб Чародинского района состоялось торжественное открытие мини-футбольного поля с искусственным покрытием. По этому случаю был организован турнир среди команд сельских поселений района. Событие стало настоящим праздником для жителей села. Поле установлено в рамках федеральной программы развития футбола. Идейным вдохновителем создания в селе мини-футбольного поля выступил его уроженец Сулейман Сулейманов. В мероприятии приняли участие представители администрации села и района, духовенства, а также именитые спортсмены, в том числе самый титулованный уроженец Ириба, чемпион мира и пятикратный чемпион Европы по вольной борьбе Кура Магомед Кура Магомедов. На самом деле, это футбольное поле давно ждали. Я помню, как я сам играл 30-40 лет назад. Мы когда были еще молодыми ребятами, играли здесь каждый день. И до сих пор сегодня наши мастерцы очень любят спорт, любят футбол. Мы все, возможно, сделаем, чтобы дети дальше тренировались, чтобы здесь она послужилась долго, и чтобы с этого села, с этого района вышли надежные, настоящие патриоты своей села и своей родины, и настоящие чемпионы. Выступавшие на открытии отметили значимость нового футбольного поля для села. Выразили благодарность Министерству по физической культуре и спорту Дагестана за включение поля для села в федеральную программу. Таковы новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова